Всем привет! С вами Зайка Залька. Это мой новый видео. Готовлю на кухне. И это вторая часть моего нового видео. Сейчас я буду готовить капкейки. Для капкейков мне понадобится молоко, миска, венчик, сметана, сахарная пудра, одно яйцо, разрыхлитель теста, не просто ванилин, а ванильный сахар, сливочное масло, сода, соль, сахар, мука и стакан. И вам понадобится чайная ложка. Чайная ложка. Итак, что мне понадобится? Сахар и соль, 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 соль. Смешиваем сахар. Снова посмотрим сколько сахара. Сахар. Сахар. Один стакан сахара. Один большущий стакан сахара. Вот такой, мне кажется, нужен. Ну, мы сделаем просто как-то, чтобы уберем малость сахара. Вот такой у нас стакан получается. У нас посыпли сахар. Можно, конечно, еще добавить сахар. Сахар. Вот, ну как посыпалась. Да, вот видите, там ничего высыпается. Ну, вот. Ну, я тоже не прав, все равно потом не спал. Вот так. Вот. Вот так. Позже посыпаем. Посыпаем сахар. И мы засыпаем сахар. И мы засыпаем ледя. Дайте-ка венчиком. Подтоплю этот сахарок. Сахар есть. Теперь. Яйцом. Одно яйцо. Ятому там берется ложек. Вот так вот. Не надо, чтобы понравилось. Сейчас карминку. А ведь не будет. Затем. Ваниль и сахар. Две чайные ложки. Ой. Ваниль и сахар. Т.е. мы разрываем ваниль и сахар. И накладываем его. Раз. Два. Вот и все. Две. Ваниль и сахара. Две чайные ложки. А именно сахар. Два. Два. К сметану. Два. Не надо. Одна четвертая сметаны. Одна четвертая сметана. Как это понять? Как простит. То есть вот стакан, вот этот стакан, это 4, это целое, а нужно 1 четвертый, то есть мы вливаем там немного. Ну, вот я вот сделала, да, я могу на глаз, вот где-то вот столько, и вот это тоже туда вливаем, как мороженое, знаете, сметана похожа на мороженое. Можно дать, знаете, сразу вот так вот половать еще. Так, дальше мы делаем молока перед четвертым, молоко уже нужно на глаз, главное не переборщить. Вот, и все это смешиваем белочкой. Ну, смешаем дальше. И нам нужно опять масло наше растопить. Здесь уже можно взять кастрюльку поменьше. Сейчас выберем, какой же кастрюльки нам лучше делать. Ну, ладно, мы сделаем опять в это же. Она у нас такая, испыта, испыта мы уже. Берем вот этот же кастрюльку, который мы будем тянуть, как у нас было шоколад с маслом топливом. Масло у нас получилось очень мало в этот раз. Здесь где-то 80 грамм. У нас получится малого. Ну, там надо 100 грамм. Мы опять ставим живым. И включаем. И так, наше масло топится. И оно очень хорошо топится. И я буду помешивать. Вот оно топится. Его даже за ним можно просто поглядывать. Мы сейчас помешаем нашу массу. Сотяга, нужно будет плить это сливочное масло в нашу массу. О, как смысл, поэтому ничего без масла не дадает. И вот здесь я помешал уже. Сюда мы немного сливочного масла вот так вот. Его так поболтать. Но он готовится прекрасно сам. Он потихоньку пьет на маленьком огне, в огонечке. И сейчас я поставлю огонечку больше. В общем-то, я посмотрю, что буду делать дальше. И я посмотрела в отдельной миске. То есть нам нужна будет еще одна миска. Эту плаком мы приберем в сторону. Вот так вот. И попадем в еще одну миску. Вот это делается. Вот, делаем поменьше огонек. Потому что масло у нас уже закипает. Оно превратилось уже почти в такой вот такой вот вольный масло. Ага, все. И засталось много комочков. Можно ее в салонечку мешать. И вот что у нас получается тут. Оно выключаем. И давайте пока уберем эту миску. Тоже оставим пока. И доделаем нашу мешанину. Поливаем наше сливочное масло. Все до конца. Стоп-соп. Выкладываем. И мешаем. Размешиваем. Размешиваем. Все помешалось. Берем сколько осталось. Берем стакан. Пошел. И начинаем. Так. Мука. Полтора стакана муки. То есть мы берем вот эту целую. Потому что у некоторых есть мука другая. То есть мы вот так берем. И мы берем стакану муки. Пожелем только ее подвинуть. И мы берем стакану муки. Вот у нас. Так вот и получается. На это. У нас есть муки. И мы берем стакану муки. Разрыхлитель. Разрыхлитель. Нужно одна вторая чайной ложки. Разрыхлитель. Солу и соль. Разрыхлитель. Так. Берем опять наше чайную ложечку. Разрыхлитель. Тесто. Одна вторая. Это вот на кончике. Прям на кончике. Так. Ну вот так вот. Разрыхлитель. Я думаю сначала у нас не есть, конечно. Но ложь не стоит. Я еще стекунду из этого разрыхлителя. Я добавлю побольше. Чем больше, тем лучше. Ну и все. Сода. Одна чайная ложка. Соль также. Одна вторая ложка. Вот солью лучше не перебарщивать. Вот столько соли. И пищевая сода. Одна четвертая. Сейчас мы ее тоже берем на конечки. Вот так вот. Вот столько. И перемешиваем. Чем перемешать? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лаля потерялась. Да хоть вот этой штукой. Найдите одна мука, самая по себе такая. Затем ручную смесь мы просидим через сито. Через сито вот сюда у нас вношу молочную смесь такую. Так, уберем мельчик пока и начинаем сито. Мы это все пропускаем через сито. Можно уже сразу так зачерпать. И вот так. Чтобы не было комочков. Знаете, как будет неприятно тогда есть? Мне будет неприятно есть о кексике, капкейке, когда у вас комочки. У нас очень хорошо получается с этим делом. Конечно, очень медленно все происходит. Ну ладно. Я уже тут просеиваю. Даже можно не просеивать. Видите, как долго морит ее. У меня нет комочков. И так. Потом зачерпим. Каженько смешиваем мельчиком до однородного состояния. То есть, чтобы было все одинаково. Не так, чтобы одна сторона была голода, другая черная. И так, чтобы все было одинаково размежено. Если у вас образовались по бокам мука, то вы ее спихните. Она такая непосложная мука. У нас получается такое типа тесто. Когда мы готовим блинчики. Вот там то же самое почти все надо. Только здесь у нас еще сметану и молоко. У нас очень все хорошо получается. Есть немного комки. И мы их готовим, смешиваем. Чтобы их у меня было. Можете попробовать с этой разной массой. Ммм, очень вкусно. Чувствуется сахар. Мука. Это очень вкусно. Я бы сейчас все слизнула. Это очень вкусно. И мы оставляем его отдыхать на 15 минут в комнатной температуре. И пока я буду читать, что же нам надо будет делать дальше. Так, вот здесь написано, что чайной ложкой прикладываем тесто в формочке. У меня форма будет силиконовая. Четыре. Но еще я использую бумажную формочку, которую вкладываем силиконовую. На две трети. Ставим кексы на противень и убираем в духовку, разогретую до 180 градусов. В инфекциях будет примерно 9-13 минут. Духовки у всех разные. Батя не дали универсальный заряд. Чтобы кекс включить. Мерный минус. Если не за кексом, после восемь минус в холодной духовке. То есть сейчас мы будем разогревать духовку. Ну, в целом вот отсюда все лишнее уберем. У нас духовку хранится. Терпи в кастрюле. Вот, наши кексы мы положим на противень. Потому что у меня там четыре структуры штучки. Их, кстати, надо помыть. Ну вот, я их уже помыла. Теперь я их протру. Чтобы у кокейков не было вкуса воды. Из-под крана. Ну, пока у нас 15 минут. Я уже засекла. Я пока выложу их вот сюда. И помою посуду. А потом вернусь к вам. Ах, да, я забыла. Мне нужно еще духовку разогреть. А у нас духовка очень долго разогревается. Все же духовки разные. Так. Я включаю духовку пока. Итак, визуансы приправляем. Я включаю духовку. И от написано, выкладываем... Ой, яничку не добрать. Выкладываем шоу на ложку. И отопорно. Значит, визуансמה. Выкладываем шоу. Поехали. Спасибо. Я искала шоу на нарканах. Я прохожу на нарканах. И если вы хотите узнать, то есть там разрканье. За Аканомающие приправлены с lähморически. Аканомаю время нужно работе с головной deployed. И запах. Я избежать müsste. Но если вы научите их опять с этим Everту. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...